Друзья, всем здравствуйте! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Так, ну ссылки на ролик тогда я дам чуть попозже. Какая-то у нас техническая неполадка уже какую неделю и Мирополис говорили, что разрешили вроде как проблему, но, как понятно, не разрешили. Ладно, в принципе, основная наша пища на данном вебинаре будет новости, поэтому тут достаточно сопроводительно поставить по дну две фотографии, картинки. И я хотел бы начать именно расширенный технико-экономический вебинар. Сегодня Сергей Анатольевич на дневной вебинар не сможет включиться, то есть они с Виктором Игоревичем Бабуриным, с Кириллом Бадулиным находятся в Европе, в Братиславе. Вчера прошел очень серьезный форум, то есть это транспортный форум, на который заранее были приглашены представители Skyway. Проработка это, естественно, и нашего регионального лидера по Словакии и Чехии. Сейчас вот тоже начинается развитие очень бурное по Чехии Франтишко Солара. И ни много ни мало Виктор Игоревич Бабурин выступал с еврокомиссаром по всей транспортной сфере, также с министром транспорта Словакии на одной не сцене, а, так скажем, на одной трибуне. И блистательное было выступление про концепцию мобильности 4.0. Это впервые было на таком уровне и на такую аудиторию в Перископе, в прямом эфире. Только вот в начале посмотрели, Сергей Анатольевич мне звонил полторы тысячи и полторы-две тысячи потом посмотрели в повторе. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что было выступление у нас на английском языке Виктора Бабурина, интерес огромный. И почему, допустим, не было слов про мобильность 5.0? Потому что такие слова сейчас произносить нельзя, они будут просто непоняты. Потом мы их будем обязательно произносить, но это будет уже нашей концепции. И, скорее всего, будут это все дело цитировать, потому что, как вы думаете, почему Илона Маска сейчас цитирует и почему к нему так прислушиваются? Потому что коммерциализация, дорогие друзья, потому что проекты, потому что прибыль и, соответственно, весь мир наблюдает за каждым шагом, каждым вздохом. Настанут такие времена, дорогие друзья, когда СМИ и различные форумы станут наблюдать за каждым взглядом, каждой мыслью и каждым нововведением Skyway инженерной технической школы Юницкого. Причем эти времена, так скажем, недалеко до этого осталось. И если говорить про новости, дорогие друзья, вот этот форум, это преддверие и это ступенчатая работа профессиональная, я считаю, работа, потому что это уже проработка в том числе и Гамала Морси, нашего союзника, сподвижника. Это тот человек, который не побоялся снять поофициальную рубашку и надеть футболку Sky Fitness у нас на январской конференции. Этим было все сказано, на самом деле, дорогие друзья, те, что Гамал Морси абсолютно наш, так скажем, человек и будет предпринимать все шаги, чтобы проект Skyway развивался и усиливать общение по своим контактам именно в направлении Skyway. Что для меня примечательно, помимо развития по крупным направлениям, формирования адресных проектов, общения с министрами, общения с чиновниками, Гамал также настроен развивать и лично свою структуру, так же, как и Франтишек Соллар. То есть Франтишек Соллар для него очень хороший друг, товарищ, знакомый. И всем нам повезло, дорогие друзья, что когда-то европейцы эту эстафету переняли и сейчас мы, конечно, извиняемся перед российскими городами, что не так часто посещаем, но выезжаем в Европу не потому, что хочется съездить в Европу, а потому что максимальный эффект от каждой поездки наблюдается. И если говорить про конференцию, которая прошла вот на этих выходных, то присутствовало 200 человек где-то, может быть чуть поменьше, и полностью был зал забит, банской быстрицы, уже привычная для нас аудитория, не то что аудитория, а именно зал, потому что это зал нашего коллеги, партнера, друга, соратника Юрия Сницкого, нашего первого и самого быстрого топ-эксперта. Первым топ-экспертом нашим является Стефан Бодзар, потом Юрий Сницкий сделал очень быстро этот статус, но хотелось бы отметить, что это очень серьезный вебинар и то, что сегодня будет сказано, это действительно новости, которые поражают, дорогие друзья. Нам присоединяются уже серьезные бизнесмены, то есть руководители своих бизнесов понимают именно преимущества сетевого построения корпорации, начинают сами также развивать сеть и привлекать инвестиции. Соответственно, вы понимаете, насколько большой аудит проводят люди такого уровня. Я говорю про Юрия Сницкого, то есть мы потом, когда с Юрием общались, он признался, что примерно неделю с лишним его специалисты просто рыли информацию о Skyway в именно поисках того, что негативно могло бы показать проект. Но они, естественно, нашли какие-то отзывы в YouTube, в интернет, но таких вот серьезных показателей, которые сказали бы, нет, проектом Skyway не стоит заниматься, нет, это какой-то показательный обман, нет, там ничего не строится. Естественно, они не нашли, потому что все строится, все делается и все развивается. И сейчас фактически, наверное, каждый работник отеля Юрия Сницкого является инвестором Skyway. Вот это сегодняшний этап, дорогие друзья. Это действительно показательная деятельность крупных уже бизнесменов. Про Гамала Морсия тоже неспроста сказал. И я спросил, что Гамал, ты не против, если мы будем говорить о том, что ты также хочешь сам развивать проект Skyway? Он говорит, да, конечно, нет, не против. Я в Facebook буду размещать информацию, рассказывать своим друзьям, знакомым, потому что я понимаю, что до конца 2017 года, даже может быть времени и нет, понимая то, что мы сейчас развиваем и те контакты, которые были установлены. Если чуть-чуть вернуться в прошлое, дорогие друзья, то я могу сказать, что прошлое это не так далеко, на несколько недель, промотаем назад. Это встреча с Алла Аль-Шаих, руководителем и управляющим директором Венгар-группы Private Equity and Venture Capital Advisory Boutique. И Абдуль Рахим Накьяк, это генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат всех стран Персидского залива. И не просто какой-то одной палаты, это именно генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат, то есть объединение торгово-промышленных палат. Вот такие партнеры. Если у нас раньше были таких партнеров один, два, то есть родом, хуком мы могли, так скажем, это уже прошлое, про конференцию в Берноу мы рассказывали на прошлом вебинаре, то сейчас присоединяются люди такого уровня. После поездки Виктора Бабурина, я могу сказать, новый результат. Виктор оценил, насколько профессионально было подготовлено Алла Аль-Шаиха и Абдуль Рахим Наки визит. И буквально с аэропорта сразу Виктора повезли на встречи, это именно закрытые встречи с банками, с инвесторами. И то, что мы говорили, что интернациональный банк одной из стран Персидского залива планирует инвестировать в Skyway. Это все в процессе, но это время, так скажем, не одного дня и не одного месяца. Но процесс запущен. Вышли на новый этап отношения с Алла Аль-Шаих. И, соответственно, установлены уже конкретные договоренности. С этим профессионалом мы будем работать, дорогие друзья. И что-то мне подсказывает, что если в прошлый проект инвестиционный Алла привлек больше 350 миллионов долларов, то в такой высококоммерциализируемый и побладающий высокой потенциальной прибылью проекта Алла привлечет намного быстрее и намного больше денег. Ну и, естественно, обсуждается конкретная комплексная стратегия по странам Персидского залива. С этими людьми, повторяюсь, контакты были налажены при первичном визите уже лично Анатолию Эдуардовичем и Виктором Бабуриным. До этого в ноябре съездил Франтишек Соллар. Я, принимая во внимание, всегда это буду повторять на свои деньги. То есть затратил не одну тысячу евро. И с Франтишиком мы так вот шутили, общались, разговаривали. Он говорит, что думал поселиться в какой-то отель, такой вот как бы средненький, но мне партнеры сказали, средненький не получится, потому что люди такого уровня живут в высших отелях. И Франтишику пришлось и эти затраты нести. И на высшем уровне были проведены предварительные переговоры. Ну, собственно, кто развивает адресные проекты Skyway, кто общается на данном этапе именно по комплексному построению проекта Skyway на высшем уровне в тех или иных странах, понимает, что у нас технология просто Клондайк. То есть это золотое дно для инвесторов, это золотое дно для крупных инвесторов, для мелких, для средних инвесторов, и это те проекты, которые ищут по всему миру институционные фонды, институционные группы. То есть мы являемся таким проектом. Поэтому переговоры по сравнению с другими технологиями, наверное, у нас несколько попроще проводить, потому что сама технология такая, сам проект такой. И уже сейчас ведется проработка на высшем уровне. То есть я думаю, что в будущем появится и освещение в СМИ, и на телевидении уже о проекте Skyway в странах арабского мира. Все мы это увидим, дорогие друзья, и все мы это видели уже в проработке Рода Хука. И если кто-то думает, что Род Хук работал и вдруг прекратилась работа, возникла пауза. Абсолютно не так, дорогие друзья, потому что вот буквально неделю назад уехал чиновник очень серьезный, высшего уровня, который отвечает за регулирование вообще всей транспортной индустрии, всей транспортной сферы на территории Австралии. Ему очень понравилась технология Skyway, и не будем говорить его имени, потому что он попросил просто об этом, дабы его не обвиняли в том, что он как-то предвзято относится к другим проектам, другим технологиям и продвигает технологию Skyway. Естественно, в этом плане мы будем сохранять обет молчания, как и во многих других вещах. То есть вот по этому направлению, я думаю, понятно, дорогие друзья, что будем ожидать постоянных новостей. И запомните эти лица, потому что это наши движители в странах арабского мира и всех стран Персидского залива, а также Египет и так далее, Катар, Саудовская Аравия. То есть это все, что касается таких вот арабских стран. И, дорогие друзья, будут достигнуты очень серьезные результаты. Работа ведется очень плотно и очень, так скажем, достойно. То есть Виктор непосредственно в Дубае вылетел для того, чтобы оценить, насколько профессионально будет организована работа. Оценка была получена выше. Потом было доложено Антолию Эдуардовичу. И Антолий Эдуардович предпринял решение, что да, мы будем сотрудничать с ними и уже плотно работать по направлению арабских стран. Дорогие друзья, то, что произошло в Братиславе, как я сказал, это первая ступень. То есть в мае у нас ожидается очень серьезный форум, не то, что даже форум, это саммит. Это саммит и по арабских стран. И Гамал говорит, что вообще будут и генеральные секретари различных торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат со всех стран мира собираться для того, чтобы послушать про технологию Skyway. Неизвестно, поедет туда Антолий Эдуардович или нет, но явно обязательно поедет кто-то из высшего топ-менеджмента представителей головной компании. То есть вот как сейчас в Братиславу поехал Виктор Игорьевич Бабурин, представил и презентовал технологию на английском языке перед еврокомиссаром и министром транспорта Словакии. И, так скажем, работа по этому направлению уже началась. Но, опять же, стоит понимать, что касается Европы, что касается Евросоюза, то здесь работа еще более сложная. Я имею в виду про сертификацию, про подготовку к этому всему, потому что очень консервативные страны, очень консервативная транспортная сфера и индустрия. Но здесь мы все равно добьемся успеха и рано или поздно Европа также уже начнет массово уже реализовывать адресные проекты. Если говорить не про массовую реализацию, но про первые адресные проекты, я могу сказать, что точно будет проект в Братиславе. Обсуждается с очень серьезной проектной и строительной организацией, которая занимается девелоперскими проектами на территории Словакии, Чехии и ближнего дальнего зарубежья. Также и в арабских странах эта компания имеет объекты недвижимости и строительные объекты. И Виктор вчера предварительно общался, подтвердился визит с руководителем этой компании. Сегодня уже Виктор будет общаться с руководителем, а не просто с директором по развитию этой компании в конкретной проработке адресного проекта. Там небольшие нюансы по выделению земли. То есть компания уже готова, но естественно, вот так как строго зарегламентирована и очень намного даже сложнее, я думаю, чем в России получать землю даже под дорогостоящие объекты недвижимости, уже зарекомендовавших себя компаний. Это процесс, дорогие друзья, и этот процесс должны вести профессионалы. И эти профессионалы принимают технологию Skyway и уже прорабатывается проект в Словакии. Я говорил, опять же, про высокие Татры, там также будет проект, и это уже проработка в том числе и Франтишика Солара, и Юрия Сницкого, и также с очень серьезным машиностроительным гигантом, я бы сказал, не могу называть, сами понимаете, название конкретного, потому что Виктор меня попросил не разглашать эту информацию, но все вы знаете, это на уровне Джон Дир, Катерпиллер и так далее. То есть вот такого уровня машиностроительный гигант, и будет переговор тоже с топ-менеджментом этой компании, это также проработка наших европейских коллег. Также будет с одной из стран дальнего зарубежья, то есть чуть попозже я точно сообщу информацию, если вы хотите, эту информацию можно разглашать. Одно я могу сказать, что эта страна находится в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана и, собственно, граничит с Бразилией, с Аргентиной. Очень интересная страна, с очень серьезными ресурсами. И сейчас, естественно, как вот, допустим, и про Конго я говорил, не серьезное экономическое развитие и с помощью технологии SkyWay, так же как штат Джархан может рассвести, так же и эта страна будет не то что рассматривать, а уже рассматривать конкретные проекты. И в этом также цель визита Виктора Бабурина в применении технологии SkyWay. Название этой страны пока я называть не могу, дорогие друзья. Возможно, в следующем вебинаре при подтверждении информации мы эту страну огласим. Также я хотел сказать про поездку Сергея Анатольевича, то есть с европейских стран, с Чехии Сергей Анатольевич сразу отправился в Израиль. И, так скажем, покой нам только снится, потому что я надеялся, что хотя бы денек Сергей Анатольевич отдохнет. Но нет, вы помните господина Айзека. Это наш партнер по Канаде и дал по одной из длинных интервью на экотехнопарке, когда увидел вживую юнибайк, то есть 27-28 ноября. И справа это очень серьезный чиновник, высший представитель именно в транспортной индустрии. То есть Сергей Анатольевич уже расскажет более подробно. Произошла встреча в неформальной обстановке, то есть вы видите такой ресторан, но, как говорится, основные договора, основные контракты часто подписываются на салфетках. И буквально на салфетках были намечены адресные проекты по Израилю. Я могу сказать, что этот человек, который находится справа, имеет прямое отношение к Министерству транспорта Израиля. Также через непосредственно контакт нашей структуры есть проработки. Александр Фомин дал информацию по Израилю также с человеком, который знаком с министром обороны покойным ныне и обладает очень серьезными контактами. То есть в ходе этих всех визитов, в ходе этих всех поездок я могу сказать, что скорее всего в ближайшее время в Израиле Skyway также быть. И адресные проекты начнутся. Наши одесситы, Дмитрий Слюсар, Максим Исып приехали с делегацией. И вы видели в официальных новостях, то есть вы заметили, я уже рассказываю про адресные проекты. Без конкретики, конечно, без сумм, но просто поймите вот этот шквал новостей. И действительно у нас расширенные вебинары строятся уже не на футурологии, потому что если мы про футурологию еще будем рассказывать, это вообще на 2-3 часа растянется. И одесситы приехали уже с представителями конкретных, с представителями властей Подессы и близлежащих районов для обсуждения адресных проектов на этой территории. А Дмитрий Слюсар, вы помните этого замечательного парня, который начал, как и многие, кто сейчас занимается адресными проектами, с обычного инвестора. В Skyway Invest Group мы рука об руку, плечо к плечам с ним шли. Я помню, как мы обсуждали первые концепции визуализации, то есть очень большой рост наблюдается у всех активистов проекта Skyway. Это не может не радовать, дорогие друзья, потому что я не устану повторять, что любой может стать каждым в проекте Skyway. Еще я хотел бы сказать, дорогие друзья, про приезд челябинской делегации, то есть все подтвердилось. На 23 марта планируется приезд челябинской делегации, то есть сейчас вот 15 марта, то есть фактически 8 дней я побуду в своем регионе и отправлюсь сначала в Республику Беларусь непосредственно на визит с челябинской делегации. И что я могу сказать, мне не говорили подробности, но я понял эмоцию. Анатолий Эдуардович позвонил, Сергей Анатолевич, Сергей Анатолевич позвонил мне и ожидает нас очень-очень большой сюрприз на приезд именно челябинской делегации. То есть очень серьезно готовятся, потому что это одна из первых губерний таких вот серьезных, которая выразила свое желание развивать уже конкретный проект и там ряд проектов. Естественно вопрос в инвестициях, но с другой стороны есть фонд моногородов и так далее. То есть я думаю, что конкретика, которая будет показана представителям челябинской области, заставит их задуматься, стоит ли посещать еще какие-то места. То есть естественно представители властей совмещают визиты и с другими объектами в Минске. Но я думаю, что в будущем все представители властей, как только посещает ЗАО «Струнные технологии», нашу производственную площадку в Пуховичском Шибанах, где располагался завод «Е-мобили» и фактически сейчас целый завод выкуплен под производственные площадки Skyway. Закупается оборудование. Тоже очень много интересных новостей и по оборудованию, и по циклам производства, и по новым видам производства нас ожидает, дорогие друзья. Но челябинцы будут поражены. Я думаю, что стоит отложить хотя бы на денек визит в другие инстанции, потому что это нужно будет посознать, увидеть и переговорить в первую очередь. То есть я искренне надеюсь, что в Уральском регионе после этого визита начнется освещение Skyway и в СМИ, и будем мы каждый шаг обсуждать, естественно. И та команда, которая работала над адресным проектом и в Екатеринбурге, и в Челябинске, я также вхожу в эту команду. И почему я говорю, что вхожу? И каждый входит в команду, которая работает над тем или иным адресным проектом, потому что только команда может сделать адресный проект. Не пытайтесь, как говорится, вот как каскадеры говорят, не пытайтесь это повторить дома, вот не пытайтесь одному сделать адресный проект, потому что ничего, я могу сказать, не получится. И тут, как говорится, только синергия, только взаимодействие, только сотрудничество. Это, я могу сказать, также и по членам Совета правления, потому что сейчас я чувствую очень такую серьезную, серьезную команду, серьезную поддержку. Мы очень мало, так скажем, посвящаем времени личной жизни и так далее. Ну, период такой, этап такой, дорогие друзья, потому что невозможно, невозможно не посвящать 95% времени развитию проекта Skyway. Я не могу сказать, что после закрытия финансирования корневой компании будет больше времени, тогда будет другой этап, дорогие друзья. И все мы в этом этапе также будем принимать участие. Почему я так вот заглядываю в это будущее? Потому что это будущее, это уже совсем не будущее, это близлежащее настоящее, то есть в периоде и в отрезке этого года, дорогие друзья. Я думаю, мое предположение, что до 2017 года, так вот, так скажем, лично в кулуарах я говорю свои предположения, когда это может произойти. Но до конца 2017 года, мне кажется, это на 95% произойдет именно за финансирование первого такого глобального масштабного этапа по строительству экотехнопарка. То есть то, что мы запланировали, а далее пойдет уже и гипер-скайвей и так далее. Тролли могут нас троллить, то, что на юнибайке полетим в космос, юнисауны, юнибус. Дорогие друзья, вы все это увидите и все этим будет пользоваться. В Челябинске, да, дорогие друзья, вице-губернатор Руслан Усманович Готаров. В ходе делегации будет и Александр Олегович Шепилов, с которым визит и подписание сонного соглашения, которое произошло в ноябре, готовили долго. Я думаю, что русские губернии долго, так скажем, запрягают, но полетят очень быстро. И я буду абсолютно счастлив, дорогие друзья, потому что те ситуации, которые сейчас наблюдаются, ну, сам Бог велел России воспрянуть с колен именно с помощью технологического прогресса, технологического прорыва. А этот технологический прорыв действительно есть, дорогие друзья. Это технология Skyway. Вы видите, что в Ливии сейчас вот нас обвиняют, что мы чуть ли не военные действия собираемся ввести в Ливии, США, другие страны. Ну, как вы думаете, чем это пахнет? Это пахнет, естественно, новыми санкциями, новыми ограничениями. Станет ли лучше от этого жить русскому народу? Если вдруг после этих визитов, после этих представлений ничего не сдвинется в проекте, по поводу проекта Skyway в России, то у меня уж тут нет комментариев, дорогие друзья, и мы уже это будем комментировать потом. Но мы, естественно, планируем спросить, и что вообще вот может остановить, что может быть как затормаживает, чем мы можем помочь, чтобы Skyway максимально быстро стал развиваться на территории России. Это, естественно, мы будем все общаться в ходе делегации и визита Челябинской области. Забыл еще сказать про перемещение Виктора Бабурина с Словакии, с Братиславы. Он отправляется в Милан, там будет рядовая встреча с рядовым потенциальным крупным инвестором. Почему потенциальным крупным? Потому что, дорогие друзья, у нас крупные инвесторы есть. И эти инвесторы с нашей сети. И эти инвесторы работают с нами рука об руку. Они также делают отчеты. Они также проводят презентации. Они также проводят конференции. Это команда Франтишека Солара. И, дорогие друзья, я могу сказать, я не отказываюсь от твоих слов. И я думаю, что на этой неделе мы уже увидим достаточно серьезные суммы. Рекорд мы побьем в несколько раз, так скажем. Во сколько раз, естественно, в своем стиле не буду говорить. И Сергею Анатольевича будем, так скажем, мотивировать, чтобы он не разглашал конфиденциальную коммерческую информацию. Но, естественно, дорогие друзья, хочется. Но большие суммы придут. И я могу сказать, что это полностью лишает всякого сомнения, что на Экотехнопарке мы то, что декларировали показать. Это несколько видов юнибусов. Это юникары. Это уже подготовка высокоскоростной пассажирской транспорта. Юнилётов, конечно, еще не будет. Но будет на что посмотреть. И мы во все оружие готовы к процессу сертификации. И сейчас я, кстати, не исключаю момента, то, что писали в чате по предположению, почему же таким сюрпризом будет и что будет сюрпризом для приезда делегации Челябинской области. Много у меня предположений, но я конкретно не знаю. Ну, для меня это действительно также подзадаривает и еще больше эффективно работать мотивирует в этот период до приезда. Потому что не знаете, это прекрасно, дорогие друзья. Но ощущать то, что все хорошо становится еще лучше, это чувство, ну, я не знаю, в каком проекте на сегодняшний день вот такую гигантскую основу под ногами можно иметь. Потому что продолжает мне предлагать различные проекты, продолжает меня мотивировать заходить на какие-то топ-лидерские позиции. Я говорю, друзья, 3 года я занимаюсь Skyway и дай бог, я еще 30-40 лет буду заниматься Skyway, потому что лучше проекта я на сегодняшний день не вижу. Поэтому то, что кто-то чуть-чуть под выдохся, кто-то чуть-чуть сошел дистанции, все вернутся. И вот этим марафоном, даже спринтеры присоединятся и марафоном мы уже будем бежать, дорогие друзья, непосредственно уже до окончания возможности финансирования в головную кампанию. Ну, а после визита челябинской делегации уже мы с Виктором Бабуриным, то есть примерно 27-го числа мы отправляемся в Индонезию. Я буду общаться со Стефаном, с Франтишиком, потому что планируются переговоры в Сингапуре, близлежащих странах Малайзии, возможно. И, естественно, мы воспользуемся шансом, так как недалеко будем находиться. Также конференции даже планируется, наши инвест-проводящие системы в Индонезии, такие небольшие, некрупные, потому что движения еще такие бурные не начались. В моей структуре непосредственно есть Индонезия, индийцы, и сейчас в эту неделю я буду максимально мотивировать подготовить площадку для проведения конференции, и пускай там будет 50 человек, потому что мы прекрасно понимаем и прекрасно знаем, дорогие друзья, что даже из двух, трех, пяти людей из искры может возгореться пламя и начнет развиваться бурная инвест-проводящая система, сетевое построение корпорации осуществляться непосредственно в стране под названием Индонезия, потому что что-то мне подсказывает, так как это будет выставка на уровне инотранс, но на территории Индонезии, что очень много контактов будет получено непосредственно уже по индонезийскому направлению, уже готовят проработку, встреча за встречей Виктора Игоряча Бабурина. Я, естественно, буду присутствовать, то есть это бесценный опыт, который можно наработать только практикой. Я думаю, что каждый понимает, что только практика и только регулярные встречи, без регулярных встреч вы не сможете выйти и пообщаться с мэром, какой бы у вас опыт не был, потому что вы не будете иметь представление о проекте Skyway, вы не будете жить этим проектом, потому что господин Алла Аль-Шаих почувствовал такую мысль, что ребята, вот вы все команда, я чувствую, что вы живете этим проектом. И когда Анатолий Эдуардович говорит, зачем он занимается вообще струнной технологией и что его мотивирует, его ответ, чтобы сохранить землю для будущих поколений, это просто, так скажем, сносит все мировосприятие по поводу стартапов, по поводу инвестиционных проектов и переустраивает с ног на голову парадигму этого мышления у Алла Аль-Шаих. И даже в своем интервью он говорит о том, что я был поражен, и Анатолий Эдуардович это действительно гений, который хочет изменить планету. Ну и естественно, Анатолий Эдуардович это не мог бы сделать один. И я всегда буду цитировать одну из фраз 14-часового марафона мозгового штурма, который я, наверное, запомню на всю жизнь. И не факт, что мы побьем рекорд этого 14-часового мозгового штурма, когда присутствовал Виктор Игоревич Бабурин, Анатолий Эдуардович Юницкий, Сергей Анатолий Сибиряков. И я, и Анатолий Эдуардович сказал, что без вас я бы это не смог сделать, но я чувствую, что вы все являетесь частичкой меня сейчас, и вы несете проект SkyWay в каждый дом, в каждую регион, в каждую область, в каждую страну земного шара. И только такая схема, она могла действительно решить проблемы финансирования. Мы постоянно будем говорить о недофинансировании и так далее, потому что мы прекрасно понимаем, сколько по планам нужно было привлечь инвестиций. Но если смотреть, если смотреть, дорогие друзья, что было сделано и что мы должны были сделать по планам, это действительно то, что мы идем по планам именно строительства, производства, испытаний, приближения к сертификации, далее сертификации, адресные проекты, как говорили, так и, собственно, идет сейчас, развивается сеть Transnet по всему миру в виде зарождения адресных проектов. И мы готовимся совершить вот этот действительно первый рывок коммерциализации. И я думаю, что с приходом первых дивидендов, пускай минимальных, это будет уже, если 2017 год мы называем годом SkyWay, то 2018 год, наверное, будем называть годом мирового шествия SkyWay по всей планете Земля. Потому что этот проект не обойдет стороной ни одного человека, который о нем услышит. И я могу сказать, дорогие друзья, что и господин Кадыров обязательно посетит экотехнопарк. И каждый высший деятель из страны, с которой сейчас ведется обсуждение, рано или поздно каждая страна придет к концепции SkyWay. Потому что нет таких решений на сегодняшний день и Hyperloop, и Илон Маск, и Ларри Пейдж со своими летающими автомобилями. Нет таких решений, дорогие друзья, потому что более 39 лет та технология, которая развивается, наверное, она намного опередила все технологии и намного мощное основание имеет под собой, чем другие, казалось бы, конкурентные, но на самом деле не являющиеся конкурентными технологиями. И поэтому, дорогие друзья, вот такие результаты переговоров. Поэтому так много новостей. И фактически мы сейчас расширенные вебинары будем строить именно на подобных новостях. Сейчас я могу сказать, мы готовим Сергея Анатольевича непосредственно по модели нашей структуры. И вы увидите, какие инвестиции придут. Это будет решение головной компании. Но инвестиции большие, их будет много. Они придут не просто в виде авансовых платежей и предстоящих адресных проектов, как в Индии, но это все будет и это уже прорабатывается в виде конкретных инвестиций, как когда-то пришли 330 тысяч долларов. Но это уже будет в разы больше, дорогие друзья. И что самое приятное, мы с Сергеем Анатольевичем, так как это наша структура, это наша проработка, мы видели, каким образом эти инвестиции прорабатывались, каким образом эта схема вообще выверялась. И я могу сказать, что это можно сравнить, наверное, только уже второй такой рекорд инвестиций будет, как Надежда Геннадьевна Косарева в очень сложные этапы развития для проекта Skyway. Инвестировала более одного миллиона долларов, продав всю недвижимость на Украине и в Крыму. На тот момент это была еще Украина и является по сей день одним из крупных инвесторов. Дорогие друзья, вот примерно такое же волевое решение Франтишека и его команды было принято. И я не удивился ему, потому что тот человек, который просто вслепую летит в Афины, как пуля, знаете, как пуля, летящая в цель, не замечая никаких препятствий, не замечая расстояний, трудностей, сложностей. Это действительно тот человек, который является истинным активистом Skyway и преобразователем, начинателем Skyway. Он приехал в Афины, договорился, потом привез за свои деньги Алла Аль-Шаих и Абдул-Рахим Наки в Эко-Технопарк. За свои деньги оплатил им проживание. Ну, мы с Сергеем Анатольевичем помогли оплатить ряд очень, я скажу, с таким размахом привыкли наши арабские коллеги ужинать. Но это все часть процесса, это все часть работы и это инвестиции в развитие. Поэтому лично наше мнение, что в развитии нужно тратить ровно столько, сколько это давало бы новый приток инвестиций. Поэтому мы с Сергеем Анатольевичем обещаем и тот, у кого есть в Словакии, в Чехии. Сейчас, в ближайшее время, мы будем уже реализовывать схему а-ля тренды инвестирования для Словакии. В Москве воспользуемся моментом, я не уверен, что мы успеем подготовиться до 23-го, но если что, это будет уже в апреле, может быть, после Парижской конференции. Соответственно, мы подготовим такую же площадку, платформу с холодными контактами и покажем, как можно привлечь действительно с помощью тех инструментов, которые были опробованы и забить до отказа хотя бы на 100 человек зал. И все, кто услышат на данной стадии, на данных этапах о проекте SkyWay. Как минимум, им заинтересуются. Но там уже, дорогие друзья, дело техники, дело переговоров, дело проработки контактов. И наше с вами дело. То есть, именно такое бравое и очень серьезное дело продвижения проекта, донесения информации, чтобы каждый день для SkyWay был прожит не зря. И чтобы каждый из нас это с вами чувствовал. И чтобы не только, допустим, мы на вебинарах это говорили, но и вы уже непосредственно в своих регионах, на своих конференциях говорили о тех продвижениях, которые конкретно в вашем регионе развиваются по проекту SkyWay. Не долг тот час, дорогие друзья. И я не просто искренне в это верю, я это вижу. Потому что ничто, наверное, сейчас проект SkyWay не сможет остановить при тех темпах и при том лавинообразном развитии, которое у нас имеется. Но, несмотря на это, дорогие друзья, я могу сказать, что придут крупные инвестиции, на этой неделе мы ожидаем. Но это не те 200 миллионов долларов, которые нам нужно, 250 еще миллионов долларов для демонстрации того апогея, который имеется на сегодняшний день. Естественно, есть еще и гиперапогея, это гипер SkyWay. Естественно, есть еще SpaceWay, дорогие друзья. Но высокоскоростное направление изменит нашу жизнь кардинально. И когда-нибудь с Челябинска я воспользуюсь традиционным видом транспорта, либо такси, чтобы приехать на юнистанцию и сесть сначала, или вообще на юнибайке я доеду до юнистанции, пересяду на высокоскоростной транспорт и полечу, минуя Москву, в тапочках, как говорит Сергей Анатольевич, либо босиком, как говорит Анатолий Эдуардович, в Париж, в Европу, в любую точку земного шара. Мир поменяется кардинально. И мы с вами творцы этого мира. Благодарю, друзья. Я надеюсь, что новости всех вдохновили. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, отвечу на них. Если вопросов нет, то, пожалуй, я продолжу работать, потому что работы очень много. А, кстати, дорогие друзья, Париж, как мы и говорили, анонс, я думаю, все вы видели в чатах. То есть 8-9 апреля будет Париж. Всем рекомендуют именно топ-лидерам присутствовать на этом мероприятии. И там будет очень мощное обучение от наших европейских коучей. Я не побоюсь этого слова, хотя не особо люблю это слово высшего уровня. И много будет там услышанной информации, новой, я думаю, новости. Мы очередные за неделю озвучим уже в реальном времени. Естественно, будет трансляция в Перископе, ВКонтакте. Но лучше на таких событиях просто быть. Ну и экофестиваль, дорогие друзья, 1 июля там просто необходимо быть. Поэтому бронируйте свои места. В первую очередь, место жительства, потому что Республика Беларусь, насколько мне известно, она уже полная. И заранее побеспокойтесь насчет того, чтобы было где жить и было где провести время между теми супер мощными, супер эмоциональными промежутками, когда вы увидите все вживую на экофестивале, на экотехнопарке. Благодарю, друзья! Так, централизованно, да, конечно, будет перевозка людей на экофест. Чуть позже будет это оглашено. Наверное, будут автобусы также. 200, 400, 200. Посмотрите этапы строительства, там все понятно. Вторичный рынок. Дай бог нам дожить до этих времен, но эти времена очень скоро. Ведется работа по всем странам Персидского залива. По Индии информация закрыта, работы ведутся по соглашению. Скорее всего, даже мы с Сергеем Анатольевичем об этом не будем знать. Возможно, о чем-то нам поведает Кирилл Бадулин на конференции от Skyway, приуроченной к экофестивалю. Майский саммит будет проходить также в Братиславе. И там либо Анатолию Эдуардовичу лично, либо представителям будет уже лично из бывшего президента Словакии рук вручено такое торжественное принятие в почетные вице-президенты торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты арабских стран Словакии. Те, кто набрали пакетов в рассрочку и сейчас платят по графику, это все зарезервировано, дорогие друзья. И вы, независимо от того, закончится или не закончится финансирование в корневую технологию, возможность финансирования, за вами это зарезервировано. Останется стойко оплатить. Ну все, дорогие друзья. Я надеюсь, что новости всех взбодрили, замотивировали. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету.